Всем привет! С вами Шима, рад видеть вас на своем канале. Послезавтра пойду красить волосы. У меня уже тут все темное, тут светлое. Мне, в принципе, нравится с темными, но я уже записалась, думаю, осветлю. Вот как здесь у меня такой же цвет будет. У меня просто цвет отрос. И на самом деле очень хорошо у меня вот этот мастер делает, потому что не видно линии, где заканчиваются. И отрастает очень легко, то есть можно полгода вообще не красить волосы. Варю себе на завтрак, тирай обед, кукурузку. Я до этого ничего не ела. Ну что, приступим к сборке. Фух, собрала я полку, разложила, расставила вино. Это еще, конечно, не все, не все запасы. Тут у меня армагеддон полный. Я взялась за генеральную уборку всех ящиков кухонных и тут, и тут. У нас миллион всяких пакетиков маленьких, особенно всяких индийских специй, которые моя свекровь использует, когда приезжает, готовит. Они все вот так вот скручены. Ну вот эти нормальные пакетики, а вот такие всякие. Вот я их все в одно место определила, чтобы она не искала. А то каждый раз мы ищем, потому что я это не использую. Я вот теми специями всеми пользуюсь. Освободила два вот этих ящика. Тут все было забито. Всякой ерундой ненужной, которую можно было выкинуть, что я и сделала. И отсюда все буду убирать тоже. Хочу, чтобы вот этот остров был полностью пустой. То есть тут будет только тостер, чайник и корзина с фруктами. Обычно тут еще хлеб валяется, но я его тоже уберу туда. Будет храниться хлеб здесь, потому что он очень много места занимается, создает бардак. Ну, надеюсь, сегодня успею. У меня Киран болеет, его рвет все время. А Зоя тоже. Я осталась одна, мама улетела. Поэтому надеюсь, я успею это все сделать. Сейчас провела урок, только рисовали нос. У меня обед. Сделала себе салатик. Тут же у меня мадам качается. Белый шум. Ну, я сейчас просто была в другой комнате, пока делала салат, чтобы она уснула. Белый шум включила. В общем, сейчас буду кушать. Скоро у меня еще один урок. Я сейчас поеду, и он начнется, собственно, как раз. Вот эти качели у моей сестры точно такие же. Это Fisher Price. У нее были такие у двух детей, и ей понравились. Поэтому в этот раз мы такие взяли. У них есть вибрация, разная музыка. Можно менять громкость музыки. Можно менять интенсивность раскачивания. Они, по идее, с самого рождения. Но мы именно... То есть просто лежать мы с самого рождения клали, а там более вертикальное положение. А вот чтобы качалась, где-то, наверное, с полутора месяцев мы начали, чтобы она качалась. По поводу нравится, не нравится. Но, в принципе, она в них лежит, сидит сколько-то. Вот сейчас, видите, спит. То есть она может там посидеть. Но я помню с сыном у меня вот эти все штуки ему только в три месяца понравились. А до этого, ну вот с двух минимум. Потому что до этого ему не нравилось ничего. Но ему все равно было. Я думаю, с ней так же. Может быть, ей еще больше понравится. Я сюда еще игрушку такую вешаю иногда. Давно никакой готовки не показывала. Я знаю, вы это любите. Сейчас готовлю курочку. Тут пожарила бекон. Сейчас жарю грибочки. В той же сковородке, где бекон не мою. После грибочков пожарю лучок. Вообще, если есть еще больше сковорода, можно все вместе. Но будет много воды. А я вот специально на максимальном огне делаю, чтобы было поджаристое. Сейчас чуть-чуть поджарится. И я сюда скину. Потом чуть-чуть обжарю до корочки курицу. Я предпочитаю филе ножек. Но в данный момент у меня его нет. Поэтому придется грудку делать. Грудку порежу на кусочки. И до корочки. И тоже сюда все перемешаю. И лук. Лук буду карамелизировать. Чуть-чуть добавлю сахара в него. Тоже сюда добавлю это все дело. Чеснок, лук. Потом залью, если сливки у меня есть в холодильнике. Я еще не смотрела. То сливками залью. И сверху потру сыр. И чуть-чуть, наверное, добавлю куркумы. Вот этого турмарика. Турмирик или как он там называется. Как всегда, везде я добавляю гранулированный чеснок. Дольки мне лень сейчас чистить. И чуть-чуть карри. И оно со сливками будет все очень симпатично. Пропитается грибным соусом. И должно быть вкусненько. Я все рецепты, как обычно, выдумываю из головы. Просто примерно представляю, какие вкусы с чем сочетаются. А, и забыла сказать, что вот это все, когда я перемешаю, я это суну в духовку. Чтобы у меня пропеклось, все соки обменялись. И корочку на гриле сырную потом сделаю. Грибочки переложила. Уже жарю курочку. Сейчас она чуть-чуть обжарится со всех сторон. Потом я ее сразу немножко посолю. Сразу добавлю гранулированного чеснока. И специи какие-нибудь добавлять. Вот такая симпатичная уже у меня курочка. Я решила лук сразу сюда добавить. И если налить сливки, то тоже сюда сразу залью. Курицу с луком уже переложила в общую. Все перемешала. Я сначала залью сливками. Сверху натру сыр, чеддер. И поставлю это все в духовку, вот в эту печь. Вам ее показывала, но забыла рассказать, что за печь. Это не микроволновка. Это печь. В ней и микроволновка, и духовая печь, и гриль. Грилем пользоваться намного удобнее, чем в духовке в большой. Потому что там почему-то все время очень противный запах. Такой чуть ли не бензиновый. Когда я включаю гриль, здесь этого нет. Убрала я остров. Все на нем по местам разобрала. Со стола все лишнее убрала. Там надо чистое белье повесить, которое на стульях висит. Вот так выглядит. Полка. Вообще сюда еще бар ставится. Но пока мы в этой квартире, я не буду сюда ничего ставить. Здесь цветочки будут. И тут вот все чистенько. Здесь тоже все разобрала. В шкафах внизу все разобрала. Тут все компактнее теперь будет храниться. И здесь тоже все разобрала. Чай, который показывала вам Киоко, я ей в эту коробочку еще свои пакетики положила. Других сортов. То есть у нас теперь тут в одном месте все время будет чай. Очень удобно. И брать, и все видно. И на магнитике. К печке наша подходит. Красиво смотрится черная. В этих банках у нас их надо еще все протереть. Я их не успела еще протереть. Я крышки протерла. Эти еще нет. Тут у нас сахар, крупы, баночка с печеньками всякими, чай, овсянка и так далее. То есть то, что мы все время используем. Еще на Амазон вот такой крутой кувшин заказала. Он есть на полтора и на два литра. И, по-моему, даже больше. Очень удобный. Что классно, у него вот такая вот силиконовая одевается штука. Можно его ставить, плюхать не бояться. То есть он очень мягко ставится. И для того, чтобы делать какую-то воду, например, с лимоном и так далее. Сейчас мне натекло сюда. То есть здесь вот специальная такая сетечка, чтобы только жидкость выливалась. Либо большое окно для воды. Он 150 градусов удерживает. В общем, очень удобная вещь. Решила я разобрать ванну. Теперь тут Армагеддон. У меня тут на мне ребеночек висит. Заскочили сегодня, купили детям одежду. В основном все кирюхи. На лето шорт много не брали, потому что у нас с того года их куча. Но я все-таки взяла, мне вот понравился набор вот это. И вот с этими маечками. Это в Мазеркер. В Мазеркер, кстати, взрослую одежду не брала я. Для Кирана. Но взрослую я имею в виду не для новорожденного, а именно для ребенка не брала вообще никогда. А сейчас мне очень понравилась вот эта майка. Очень классная. И ради нее я, собственно, вот этот весь наборчик и взяла. Та просто голубая. Это вот серия у них такая есть. И вот из этой же серии, с такой же кожаной нашивочкой, тут шортики. Шортики, кстати, очень-очень дешевые, при этом хорошего качества. Легкие, хлопковые, отлично. На лето я люблю именно такие спортивные штаны. Шорты для деток. В этих же цветах купила в Нексте Зои штанишки. Мне нравится, когда на маленьких, на совсем маленьких, вот тут много места. Не как ритузы, которые везде обтягивающие, подгузник давит ребенку. А когда вот здесь есть вот это вот место, оно опущено специально под подгузничек. Вот этот мне не очень нравится, принт. Я, собственно, взяла этот набор только из-за вот этого. Вот этого, ну и серенький тоже нормально будет. А все в тех же цветах. Тут же у нас в этих же цветах. Причем случайно как так получилось, как всегда. Не старалась я желтая купить. Горчичная толстовка из Некста тоже. Потом из Некста вот такая кофточка Зои. То у нее кофточек вообще нет. Вот сейчас просто одеть, когда тепло, летом сверху одеть. А точно такая же, из такого же материала, только одноцветная. То есть просто серая, просто голубая, просто розовая. Есть в Праймарк, и они стоят вообще копейки. Ну раза в три дешевле точно. Но мне хотелось именно этот цвет. Вот это болотно-серое, а то тут кажется как будто черный. В Праймарк Кирану взяла трусиков набор. И маечек набор летом спать. В Нексте взяли вот такие на липучке штучки. Обувь. Померили, очень удобно, быстро одевается. Еще в Найках ему купим кроссовки. Праймарк Кирану вот эту кепку взяли. Он что-то попросил кепки. Вот эту я взяла ему кепку. И он очень-очень выпрашивал у нас вот такую кепку в Некст. Мне она, конечно, не очень нравится, но ему очень понравилась. Он прям умолял ее купить, поэтому мы ее сразу купили. В Нексте вот эта кепка стоит 10 с чем-то фунтов. Вот эта стоит 3 фунта в Праймарк. Качеством ничем она не хуже. Мне она нравится гораздо больше. И тут и хлопок, и ничего потеть не будет. И по качеству, как вот эти штучки приделаны, все одинаково. Форма козырька тоже мне больше нравится. Вот эта какая-то она, я не знаю, этот синтетический материал. Мне не очень нравится. Он какой-то плотный такой. То есть это не сетка, он прям такой какой-то упругий. Мне кажется, голова будет в нем потеть. Следующее, чего мы взяли? Взяли такие бургунди-штаники, брючки кирюхи. И вот такие. Я хотела джинсы. Там вот такого же цвета есть классные джинсы. Ну и я решила, что на лето, на теплое время, ему будет неудобно в джинсах. Они прям скини такие. Лучше пошире штанишки. Легонькие совсем, продувающиеся. Если будет не хватать, то возьмем еще те джинсики вот такого же цвета. Вообще джинсы очень классные сейчас в Нексте. Носочки в Нексте я детские беру обычно именно там. Для Кирана. Для новорожденной-то все равно она в них не ходит. А вот у них именно в Некст самые удобные, на мой взгляд, хлопковые носочки. Они прям по ножке сидят хорошо и не так потеют в них ноги. Хотя у Кирана сильно очень потеют ноги в любой обуви, в любых носках. Еще из обуви вот такие взяли мы ему шлепанцы в басик ходить. До этого давно уже, наверное, мне кажется, больше месяца назад покупала вот такие шлепанцы. Мне кажется, я вам их показывала в бассейн. Они, в принципе, оказались удобными, ему ничего не трет, но их долго одевать. Поэтому сегодня купили вот такие. И по улице ходить вот такие. Тоже Некст все. И вот эти, и вот эти Некст. Чем они мне понравились? Они понравились, что они максимально открытые. Я не люблю, когда такие грузные сандалии, когда ножки потеют. Чем открытие, тем лучше. Вообще вот тоненькие веревочки было бы в идеале. И тут такая нескользящая поверхность. Мягкая довольно-таки, пяточка с подъемом, мысок ниже, чем пятка. Мы такие покупали два года назад, летом, серые. Ему очень было удобно. Сейчас, к сожалению, нет нейтральных цветов. Вот это самое нейтральное, что было. Я-то, конечно, предпочитаю цвета такие более серые, какой-нибудь болотный, либо такой бежевый. Они, конечно, намного лучше смотрятся, но уж какие нашли. Главное, что удобно. Потому что надо было срочно что-то купить. Мы вот такие взяли.